В Коме с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные антиковидные ограничения. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. По поручению президента России в республике на этот период приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Если только те не работают на вынос. Закрыты будут и объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Ограничения касаются пошива, ремонта, изготовления мебели, стирки и химчистки, за исключением обслуживания без посещения. Салонов красоты и косметических салонов, спам, массажных кабинетов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются косметические услуги. Под запрет попали физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и даже стоматологии. Последние за исключением экстренных случаев. Закрыты будут и досуговые, развлекательные, зрелищные, рекламные и другие массовые мероприятия в торговых центрах, ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, зоопарках. С 30 октября до улучшения эпидемобстановки приостановлено и проведение медорганизации, медиспансеризации и профосмотров. У нас действительно есть очень серьезные проблемы по обеспечению кислородом. Не потому, что у нас в республике, а в целом по России. Поэтому, конечно, мы сейчас, разворачивая койки, мы сразу понимаем, что это будет достаточно большой сложности и обеспечение, в первую очередь, кислородом. Но, тем не менее, на это работает и Минздрав, и Министерство экономики и промышленности. В общем, такая очень большая работа с тем, чтобы обеспечить действительно бесперебойное снабжение кислородом, чтобы, не дай бог, у нас люди, которые кислородозависимые, в стационаре не остались без кислорода. С 30 октября по 7 ноября во всех школах КОМИ объявлены каникулы. В том числе и в тех, где введена триместровая или семестровая система. Дистанционное обучение в указанный период проводиться не будет. Домашние задания учащиеся получать также не должны. Проведение пришкольных лагерей с дневным пребыванием, которые были запланированы на каникулярное время, отменяется. Такие меры вынуждены. К сожалению, именно дети все чаще начинают болеть COVID-19. За прошедшую неделю показатели заболеваемости значительно увеличились в следующих группах населения возрастных. Дети до одного года, дети, организованные дошкольные, школьники, подростки и лица 65 лет и старше. Распределение заболевших по профессиональным группам следующее я буду называть по мере актуальности. Значит, наиболее высокие работники сферы образования почти 13%, офисные работники и государственное управление, то есть служащие 11%, промышленные работники 10%, медицинские работники 9%, работники сферы общественного питания и торговли 8%. Что касается детских садов, с 1 по 3 ноября они будут функционировать в формате дежурных групп для детей, чьи родители в этот период будут работать. При этом руководителям дошкольных образовательных учреждений рекомендовано не объединять потоки детей из разных детских садов, а также по возможности не объединять группы внутри одного учреждения. С 4 по 7 ноября садики работать не будут. На период ковидных каникул приостанавливается работа и всего доп. образования, будь то государственные или частные секции и кружки. Стационарные оздоровительные лагеря в КОМИ в указанный период не будут работать. Все запланированные ранние выезды в стационарные лагеря за пределами республики возможны, если принимающая сторона не вела на своей территории ограничения.